Здравствуйте! Не секрет, что в конце осени унылая и дождливая погода на многих навевает тоску. Кстати, кто-то замечательно назвал это чувство «сумерками страдания». А еще говорят, что разогнав тоску, уже трудно остановить веселье. Что ж, мы, как всегда, постарались делать все возможное, чтобы вернуть вам бодрость духа и хорошее настроение. Устраивайтесь поудобнее! В эфире «Новый взгляд на мир», полезные советы и рассказы об удивительных людях. Чудо-мастер из села. Создавать потрясающие скульптуры из дерева и металла Александр Поблюченко научился из книг. У него все получилось. Спасение замерзающих – дело рук самих замерзающих. Ищем способы согреть душу и тело в холодной квартире. Наш эксперимент. Особенно атрибут для особенного события. Как сделать бокалы жениха и невесты неповторимыми и необычными? Научитесь вместе с нами. Вам хочется ярких впечатлений, разнообразия и позитива? Заведите фокстерьера. И домашний энергайзер вам обеспечен. Ноги сами в пляс пойдут. Вокальный ансамбль «Злата» зарядит своим позитивом и старого, и малого. Проверим законы физиогномики. Как наши жители представляют себе лицо идеального политика. Он – самоучка. По книгам долгими вечерами обучался мастерству работы с деревом и металлом. Его мечта – построить личную мастерскую, а свое творчество использовать для создания стиля доброполия. Мы решили поближе познакомиться с этим человеком. И напросились к нему в гости. Рассматривал экспонаты и восхищалась золотыми руками мастера Александра Павлюченко. Наш корреспондент Юлия Русанова. Работа сельского мастера встречает всех на въезде. Это арка перед детской площадкой. Деревянная, яркая и необычная. Сразу узнаешь почерк Александра Павлюченко. На ее создание понадобилось всего пять дней. А вот занимается резьбой мастер уже больше пяти лет. Его самая первая работа радует гостей уже на пороге дома. Беседка, сделанная полностью из натурального материала. Все остальные работы мастер дарит своему родному селу. Именно дерево, потому как материал доступный. И всегда славяне, славяне самых покойных веков, они строились в основном деревянными. Деревянные дома, деревянные терема, бани, все у них было в абсолюте деревянное. Не исходя, так бы сказать, от традиций, я тоже использую в своих работах именно дерево. Обработка деревесины происходит таким образом, что она будет стоять как железная, так как она пропитана лаком, защищена всякими красками, всякими пропитками и так далее. У вас полностью ручная работа, да? Да, у меня сто процентов ручная работа. А совсем недавно Александр начал создавать огромные фигуры из металла. Для него это что-то новое, а значит, интересное и любопытное. Что натолкнуло, когда я по телевизору увидел нечто подобное в Луганской области. Но там они больше были с таким юморным уклоном, да, там пузатый казак и такая же пузатая казачка стоит, да, такая тетка, истинная хуторская. Вот. И сам стиль, что они уработаны краской. Ну, я задумался, получится ли, не получится. И первую фигуру я сделал руч сейчас. Значит, там внутри идет армокаркас. На армокаркас закреплено на жесткую деревянные доски. Под доском прокинута штукатурная сетка. По сетке уже пошло все остальное. Штукатурной сетки два-три слоя. Значит, все это пропитано грунтовкой глубокого проникновения. Уработано с красными и масляными, и акрилевыми красками, и с использованием металлических деталей. Те же бусы натуральные, или цепочка натуральная. Свои первые две фигуры делал полгода. Пока они стоят в мастерской и ждут своей очереди, когда им найдут место на улицах Светогоровки. Был разговор у нас, и они на везде в село станут, или на везде в район, или на везде, не знаю, или может кого-то наградут. Если получится у меня дальше с этими бетонными изделиями, то есть с этими фигурами, то ради бога. Если кому-то нравится, свистите, шесту два раза, я услышу, сделаю. В планах расширить мастерскую и продолжит работать как с деревом, так и с металлом. И то, и другое получается у Александра отлично. Спасение замерзающих – дело рук самих замерзающих. Долгие зимние вечера полны романтики и уюта с точки зрения счастливых обладателей камина. Но если центральное отопление не справляется со своими обязанностями, вас ожидает лишь тоскливый войск возника, допугающий необходимость ложиться в ледяную постель. Приятного мало. Так что ж, молча свернуться калачиком в темноте и стучать зубами от холода? Или все-таки попытаться отвоевать немного тепла для себя и своих близких? Ирина Савина искала способы, как согреть тело и душу. Пришла осенняя холодная пора. Порой на улице теплее, чем в квартирах. Кроме того, нужно обогреть гараж или теплицу. А может, кто-то, пока не закончилось бабье лето, решит даже сходить в поход. Все может быть. Конечно, на природе в основном греются у костра. А вот для палатки можно создать обогреватель из подручных средств. Для этого понадобятся жестяные банки из-под кофе, алюминиевая проволока, шило и обыкновенная парафиновая свеча. В первую очередь потребуется вот такая баночка для свечи. В ней надо сделать сейчас внизу несколько отверстий. Для того, чтобы просто поступал воздух. Берем еще вот такую баночку. Так же самое делаем вверху отверстие. Вот у нас баночки готовы, в которые мы вставляем свечечку. А это у нас такой мини-буржуйка, будем так говорить. Теперь берем свечу. Ее надо чуть-чуть обрезать. По высоте баночки чуть-чуть меньше. И из проволоки вырезаем вот такие ножки по диаметру нашей банки. Ставим эту подставочку под память свечечку. Вот мы в отверстии видим, что свечечка у нас горит. И баночка уже начинает гореться. Если это будет баночка какая-то из алюминия, теплоотдача будет намного больше. Комнату такое устройство вряд ли обогреет. А вот небольшое помещение вполне вероятно. Кроме того, он может служить еще и как ночник, и как подогреватель воды. Чтобы достичь большей температуры, вместо свечки рекомендуют использовать масло и фитиль. Брюса простая вата. Отрывается от нее такой кусочек. Ну, скручивается. Наливаем и вымалкиваем этот фитилечек. Многие предпочитают собирать обогреватель своими руками, экономя при этом существенные средства. В интернете существуют различные ролики с подобными советами. В одном из видео показано, как из керамических горшков и свечки сделать обогреватель для квартиры. Однако Андрей Журко развеял этот миф. Горшочками маленькими комнату практически нельзя нагреть. Это, будем так говорить, можно сделать вот такой горшок, поставить и подпалить, развести костер. Ну, вы можете себе представить, это проще сделать буржуйку и потопить буржуйкой. Ну, никак не свечкой, да? Ну, никак не свечкой, да. Потому что КПД у свечки, ну, очень маленькая. Конечно, подобные обогреватели можно использовать в виде эксперимента, элемента декора. Но вот действительно согреться в зимнюю стужу в квартире он вряд ли поможет. Объявляю вас мужем и женой. Отзвучали такие долгожданные для молодоженов слова. Пришло время приглашать гостей за праздничный стол. И вот здесь особое место занимают бокалы жениха и невесты. Для этого памятного момента они, конечно же, должны быть необычными. Не только красивыми, но и прочными, так как по традиции хранятся они в семье всю жизнь. И каждая последующая годовщина не обходится без их участия. Современные свадебные салоны предлагают широкий ассортимент на любой вкус. Но если хочется, чтобы эта деталь праздника была совершенно неповторимой и индивидуальной, то следует подумать, как сделать их своими руками. А научат вас этому героине нашего следующего сюжета. Ни одна современная свадьба не обойдется без свадебных бокалов. А огромное разнообразие доступных материалов для этого творчества дает возможность сделать декор такой неотъемлемой части любого торжества, необычным и запоминающимся. Эта милая девушка Наталья Буловина занимается оформлением свадебных бокалов, свечей и множества современных элементов декора вот уже три года. За все время мастерица приобрела огромный багаж знаний и умений в этом непростом деле. Смотрела подобные вещи у других мастеров и очень хотелось сделать что-то свое, проверить, смогу ли я сделать такое, может, даже лучше. Постоянно смотрю в интернете, что-то новое увидеть, какие-то, может, интересные работы. Иногда вот лежишь ночью, как придет что-то в голову, и вот нужно записать, нужно нарисовать, потому что вот такое интересное бывает. Выбор декора при украшении свадебных бокалов осуществляется с учетом формы бокала, его цвета и особенности стекла. Для хрустальных резных бокалов лучше не использовать кружево, поскольку это будет смотреться чересчур петра. Также в своей работе девушка использует цветы из полимерной глины, бисер, бусины, камни с воровски и, конечно же, роспись. Вообще, как признается Наталья, своей жизни без творчества она уже не представляет. Вышиваю, рисую, расписываю хной, вяжу, там, 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 что-то по чуть-чуть. Сказать, что я чем-то одним занимаюсь, это не сказать. Творческий человек, но творческий во всем. Можно и тарелку расписать, можно и стол расписать. Кроме элементов декорирования, необходимо правильно определить также цветовую гамму, в которой будут оформляться бокалы. Если идей по этому поводу не возникает, нужно прибегнуть к не слишком ярким, бело-зеленым или золотым тонам. Они актуальны и уместны на любой свадьбе. Для росписи бокалов используются контуры по стеклу, по керамике, которые запекаются. После этого рисуется бокал, он высыхает, после этого проходит термическую обработку в духовке. И после этого он, можно даже мыть в посудомоечной машине, он навсегда. Все, безвозвратно, можно сказать. Помимо бокалов, Наташа виртуозно расписывает и обычные восковые свечи, которые могут служить отличным элементом декора, а также чудесным запоминающимся подарком. Оформить подобную свечу совсем несложно. А вот если вы не обладаете художественными способностями, в своей работе можно использовать трафарет. Наташа оформляет каждую свечу вручную, украшая ее неповторимыми узорами и замысловатыми орнаментами. Каждая работа уникальна по-своему. В своем деле мастерицы используют специальные нетоксичные контуры. Для росписи свечи нам необходима, непосредственно, свеча рафиновая и контуры для декора свечей. Выбираем рисунок, который нам нужен, и наносим рисунок. Когда рисуешь бокалы, можно убрать лишние, какие-то недочеты, недостатки, стереть, да, перед тем, как запекать. То при работе со свечами нужно быть уверенной, потому что, если что-то неправильно сделала, то уже в этом месте и свеча немножко поцарапанная, и тяжелее убрать нанесенную краску на него. Поэтому надо, чтобы рука была твердая. Увлечение Натальи уже разделяет ее шестилетний сын. Сережа, несмотря на свой возраст, виртуозно и твердой рукой мастерски помогает в оформлении декоративных свечей своей маме. Вот так с самого детства постигаются азы творчества. Вам одиноко, скучно и тоскливо? Хочется ярких впечатлений, разнообразия и позитива? Тогда вам следует завести четвероногого друга, а именно Фокстерьера. Этот жизнерадостный, дружелюбный пес, словно энергайзер, за считанные секунды восстанавливает энергию и готов к новым развлечениям. Об особенностях этой породы не понаслышке знает Наталья Воробьева. Семь лет назад в их семье появился Фокстерьер. Верный четвероногий друг, который всегда готов поднять настроение и хозяевам, и гостям. Трое в лодке, не считая собаки. Всем нам хорошо знаком этот фильм. Именно после его просмотра Наталья с супругом влюбились в породу Фокстерьер и загорелись идеей приобрести и себе такого пса. Появился он у нас, во-первых, уже семь лет назад. Вот ему исполнилось семь лет. 21 апреля, вот ему семь лет исполнилось. Искали мы эту породу очень долго. Нашли случайно в Донецке и специально за ним ездили. Он немножко перерос, так мы его купили в возрасте семи месяцев. И вот все остальное время он у нас. Признаюсь честно, знакомство с Данем не особо запомнилось. Впервые вижу собаку, которая так привидливо встречает гостей. Ластится, играет. С виду же он напоминает плюшевую забавную игрушку. Как оказалось, Фокстерьер достаточно редкая и очень интересная порода. Особенности этой породы – Фокстерьер. Фокс – это лиса. Терьер – это собака, норная собака для ловки. Лис, барсуков, ну, всего живого. Все, что движется, это ловится этой собачкой. Охотится, особенно у нас не на кого. Разве что на нашу собачку дворняжку. Но мы ограничиваем их встречи, потому что это может кончиться плачевно. Ну, а так на природе, конечно, я с ним на поводке бывает. Отпускать не отпускаю. Как рабочая собака он у нас не действует. Ну, а как вот декоративная он прекрасно уживается со всеми. С людьми, с детьми, любит играться. Очень добродушный, такой ласковый, умный, чрезвычайно умный. Существует две разновидности фокстерьеров – гладкошерстный и жесткошерстный. Даня относится к последним. Породу жесткошерстного фокстерьера вывели в конце 19 века. Он всегда верно служил человеку, не только на охоте. Во время Первой мировой войны были собаки, которых даже награждали медалями за службу Отечеству. А фокстерьер по кличке Иглу в 1928-1930 годах был участником экспедиции в Антарктиду в команде адмирала Берда. Это лучший друг для тех, кто любит долгие пешие прогулки. Для подвижных и спортивных людей. Кажется, что эта собака не знает усталости. Больше всего любит он у нас игрушки с пищалками, которые он потом вытаскивает в пищалочку. Это у него, наверное, олицетворяется в виде… Он поймал добычу, она пищит, он ее придавил. То есть это у него на генном уровне заложено. Вот книги фокстерьеры, там написано, вот именно так собачка должна действовать. И она не изменяет своим принципам. Два раза в год, весной и осенью, фокстерьер нуждается в тримминге. Это ручная щипка, после чего в доме нет ни шевстинки. Даня любит и поиграть, и телевизор посмотреть. Предпочтение дает видео про кошечек. А порой и музыку послушать. Например, телефонный рингтон. А после такого насыщенного дня он с удовольствием проводит время в зимнем саду, в любимом кресле с хозяйкой. Музыка их связала. Три года назад в нашем городе зародился новый вокальный ансамбль. Злата. В состав коллектива вошли люди разных возрастов и профессий. Многие из них изначально были далеки от музыкального творчества. Но всех их объединило одно – любовь к народной песне. Злата целиком и полностью соответствует своему названию. Просто блистает на сцене. Своим позитивом, задором они притягивают аудиторию. Поэтому так и хочется оказаться рядом с ними на сцене. Не верите? Тогда смотрите. Действительно, песня – душа народа. Испокон веков, в горе и в радости, в будни и праздники, славянская душа нуждалась в музыке, песне. Зачастую, когда мы говорим о народной музыке, сразу представляем поющих бабушек и дедушек. Однако, как оказалось, и среди молодежи немало поклонников этого музыкального направления. Народные песни – это основа. Основа любого вокала. Потому что это настолько в каждом человеке сидит изначально. Передается с кровью от матери, от отца. То есть, когда начинаем мы это петь, оказывается, что это где-то у нас на процентном уровне все это работает. Мы помним, мы знаем. Вот эта манера, она им легче всего дается, потому что у нас такой менталитет. Очень поющая нация. И вот в этом грех не воспользоваться. Я никогда в жизни не думала, что буду заниматься вообще музыкой именно народной, русской, украинской. Так как я с пяти лет занималась армянской народной музыкой и выступала в армянском ансамбле. И мне безумно начало нравиться то, что я поменяла полностью стиль, полностью язык, песни. И как бы русская, украинская душа – это тоже… Ну, мне очень нравится. Народная песня мне нравится, прежде всего, открытость, душа, песни со мной. Они молоды, полны сил, энергии и готовы покорять сцену. Практически ни один городской праздник не обходится без участия Златы. Этот коллектив знает, как зажечь публику. Я на дочке угостила, на шесточке леяла. Соня кину выносила, кого надо видела. Соня кину выносила, кого надо видела. Видела парнёночка, да давлю цыганёночка. Видела парнёночка, да давлю цыганёночка. Гавля, 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 мой горючка, душичка моя. Гавля, 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 мой горючка, душичка моя. Гавля, 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 мой горючка, душичка моя. Гавля, душичка моя, пусть из-за река восстаняется. В состав коллектива вошли люди разных возрастов и профессий. И тем не менее, здесь, на репетициях, на сцене, они все равны. Их объединяет любовь к музыкальному творчеству. У нас есть и домохозяйки, и бухгалтера, и спортсмены. И ученики вообще просто образовательных школ, которые не имеют музыкального образования. Культуринизаторы у нас поют. Дизайнеры у нас есть. Шахтёры у нас поют. То есть люди, которые не имеют отношения к музыке в своей повседневной жизни, для них это хобби. С них душа поёт, поэтому мы зажигаемся все вместе дружно. Я очень люблю петь. И как бы я обратилась к Ольге Владимировне Овсиенко и сказала, Олечка, говорю, можно я буду петь в вашем коллективе? Мне очень нравится петь и хочу для себя развиваться. Она пригласила меня в свой коллектив. И я уже буквально три года в этом коллективе. В нашем коллективе мне безумно нравится атмосфера. Люди добрые все, нет предвзятых отношений, все равные. Хотя также хочу повторить то, что возраст разный у всех, но это абсолютно не мешает нам работать вместе. Мы разучиваем песни, очень весело. Нас и поругать могут, и похвалить могут. Но как бы очень интересно. Коллектив просто супер. Мне безумно нравится. На выступлениях вокального ансамбля «Злата» невозможно устоять, чтобы не подпеть. А ноги просто идут в пляс. Сами же вокалисты даже на репетицию всегда приходят с позитивным настроением, улыбками и шутками. Ну и, конечно же, у коллектива есть любимая песня. Цыган ходит по бульвару, а цыганка по базару. Цыгане едут, цыгане едут, цыгане товаром живут. Цыган ходит и не взглянет, от любви цыганка вянет. Цыгане едут, цыгане едут, цыгане товаром живут. Вместе со «Златой» на сцене также зажигают средний и младший вокальный ансамбли «Златица». Мне понравилось то, как все дети поют. И мама тоже сказала, что мне нужно петь, и у меня лучше становится голос, и мне нравится выступать. Я с детства очень хорошо пел, и мне очень хотелось попасть в такие кружки, где можно петь и выступать. И вот я нашел этот кружок, где я могу выступать, петь и развивать свой талант. Неудивительно, что коллектив имеет такое блестящее название, ведь они действительно сияют на сцене. И это благодаря репертуару песен, ярким костюмам и настроению вокалистов. И сейчас «Злата» стремится достичь звания народного коллектива. Звание, конечно, для нас важно. Я думаю, что это нам повысит немножко статус. И как бы даже не столько для статуса. Я думаю, что за тот период времени мы можем немножко сказать, что мы чего-то добились, и это показать. Я приглашаю всех желающих посмотреть на то, чего мы добились. Всех наших друзей, всех наших поклонников. Я думаю, что всех поклонников народной песни, поклонников вообще песни. Приходите, у нас будет классный концерт. Мы вас всех ждем. Отчетный концерт ансамбля состоится 1 ноября во Дворце культуры Публичного акционерного общества «Жахтоуправление Покровское» в 12 часов. По внешнему виду не судят только самые непроницательные люди. Для определения характера человека по его внешности существует даже целая наука – физиогномика. Недаром некоторые лица притягивают нас, а некоторые отталкивают. Вспомните хотя бы внешность Шарикова в фильме «Собачье сердце». Достаточно первых кадров, чтобы понять. У него характер скверный, а он весьма ограничен. А вот интересно, как наши жители представляют себе лицо идеального политика. Ведь сегодня, за неделю до выборов Верховной Рады Украины, самое время об этом поговорить. Известный американский культурист, бизнесмен, актер Арнольд Шварценеггер неожиданно для всех стал политиком-республиканцем и 38-м губернатором Калифорнии. А Виталий Кличко, в прошлом известный на весь мир боксер-профессионал, теперь киевский городко-голова. Мог ли их презентабельный внешний вид повлиять на выбор избирателей? Или на наших людей внешность кандидатов давления не оказывает? Должен быть честный. Я думаю, честного человека видно. Сдалек, как говорится. Поэтому, ну, а другого? Другого мы не ожидаем. Хотя бы честным были, и все. Внешность – это не главное для политика, потому что, ну, он должен быть, главное, внутренне настроен правильно, а не внешне. Не знаю, мне правда кажется, что внутреннее – это главное. Что внешность – оно не важно. Главное, чтобы он нёс, да. Он честный и правильный политик. Не могу ничего даже сказать. Не представляю их нормальными. Он должен быть ухоженным, представительным, вызывать доверие, чтобы он был аккуратным всегда, ну, чтобы так посмотреть на него и не сказать, что он какой-то криминальный человек, да, там. Ну, вызывать доверие, там, в костюмчике, с галстуком, так, как дипломат. Опрятно одет, не фешенельбенно, конечно, поближе к народу, стрижка и доброе лицо, наверное. Это должен быть опрятный, с галстуком человек и приятная, интеллигентная внешность. С галстуком, в костюме, в белой рубашке, без матьюков – самое главное. В первую очередь – добрая душа. То, что глаза, внешность – это бывает обманчиво. А самое главное, что душа была, ну, как, с народом и все прочее. Вот это вот я считаю. Ну, вот и все. Наша программа подошла к концу. Я надеюсь, что мы подарили вам сегодня хотя бы полчаса позитива и хорошего настроения. Пусть следующая неделя будет для вас удачной и успешной во всех смыслах. Всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»